Ребят, всем привет! С вами Макс, канал Red Group. Сегодня мы с вами разберем очень интересную тему, на самом деле, как мотивировать себя на работу. Если вкратце говорить, я понимаю, что многие, кто меня смотрит, это фрилансеры, многие, кто меня смотрит, это люди, которые работают на себя и которые работают, скорее всего, дома, на удаленке. Поэтому поступил вопрос в комментарии, собственно, как ты себя мотивируешь, и расскажу вообще подробнее про мотивацию, как мотивировать себя на работу, как не лежать на диване весь день и так далее. Итак, это немножко новый формат, потому что я стою возле стенки и, собственно, не знаю, насколько вам будет скучно или весело смотреть меня, потому что никакой динамики нету, при той же верстке, допустим, но все-таки я надеюсь, что эта тема для вас будет интересна. Постараюсь сделать максимально кратко и сжатую информацию, а там уже посмотрим. Итак, ребят, как я себя мотивировал на работу? Как вообще я, скажем так, как у меня получалось себя мотивировать, как у меня получалось вставать, работать и в меньшей части уже лежать на диване? Да, скажем так. Очень важно, ребят, во-первых, обустроить себе рабочее место. То есть чем круче у вас рабочее место, ну это чисто мое мнение, все, что я говорю, это мое мнение, как бы все, что сработало в моем опыте и возможность работать на вашем, как бы, но это не точно. Очень важно обустроить свое рабочее место, то есть чтобы вам было за ним реально комфортно работать, то есть это кресло, это клавиатура, это мышка, это монитор, это в целом экосистема, в которой вы находитесь, То есть, чтобы вам было реально приятно Чтобы вы садились и, блин, типа кайфовали Реально кайфовали, получали удовольствие Уже от того, что вы просто сели за свое рабочее место Это очень важно То есть, это поможет вам не просто проходить мимо рабочего места А садиться и работать Второе, в идеале выделить отдельную комнату Но это уже такое дополнительное, как бы, да Но это тоже работает То есть, чтобы одна комната у вас была чисто для сна Поспать, полежать, поотдыхать и так далее Другая комната была чисто как офис То есть, вы зашли туда, кроме работы вы там ничего не делаете Это тоже очень важно Далее, следующий момент Это, ну, наверное, вставать рано утром Да, потому что много разработчиков И фрилансеров сидят по ночам Я все-таки рекомендовал бы вставать рано утром Часов в 5-6 И, ну, это то, что у меня работало, да И сразу же там буквально час выделить на книгу На душ, на покушать Да, возможно, у кого-то тренировка И потом уже, допустим, в 5 проснулись До 6 все сделали В 6 садитесь за компьютер И все, работаете, да И у вас вот с 6 до 12 Это будет самое продуктивное время Вот попробуйте реально неделю так поработать И потом напишите свой отзыв в комментариях Вот, это реально самое продуктивное время будет Поэтому тоже это совет номер 3 И сюда же, наверное, входит то, что нужно Каждое утро, собственно Ну, то есть, каждое утро начинать именно Во-первых, начинать с рутины По типу там чтения книги, тренировки Да, во-вторых, нужно начинать с сложных задач То есть на послеобеденное время Оставлять уже мелкие задачи Оставлять уже те задачи, которые Не требуют от вас никакого внимания Вот, ну, то есть Те задачи, которые легкие Допустим, написать пост И что-нибудь еще сделать Ну, то есть, такие мелкие задачи Вот Я про это говорил уже в своем видео Про тайм-менеджмент Ссылочка в описании На моем личном канале Так что зайдите тоже, поддержите, лайк поставьте Вот, я сейчас развиваю два канала Итак Дальше, как себя мотивировать еще Во-первых, если вы человек, который фрилансер Который делает на заказ Делать сайты на заказ Да, либо программы на заказ Либо дизайн на заказ И так далее То вам очень важно Мотивироваться от дедлайнов То есть, ставить какие-то дедлайны Допустим Ну, вы взяли заказ на фрилансер Там обычно там даются дедлайны Какие-то там недели, две недели, три недели, месяц Да, возможно, сайт И вы должны понимать, что У вас стоят дедлайны И если вы будете каждый день делать по маленькому шагу То вы к концу в итоге Ну, сделаете уже сайт, да Но если вы хотя бы один день пропустите То все, все Конец, все обрушилось И к концу месяца вы не сделаете ничего То есть, у вас останется там буквально три дня до конца дедлайнов Обычно, как у всех бывает И вы начнете там хардкорить Писать там, не спать сутками и так далее Но это плохой вариант Проще делать чуть-чуть каждый день Буквально там по пять, по шесть часов каждый день выделять И чтобы к концу у вас получился результат А еще лучше сделать все это заранее Допустим, не знаю Уделять там в день по десять часов, скажем так Сделать сайт не за четыре недели, а за две недели И при этом потом еще заказчику это сообщить И он останется доволен И он будет у вас дальше заказывать сайт И дальше советовать вас другим своим коллегам Потому что скорость разработки Это самое важное реально Это то, чем вы можете выделяться на рынке Среди других фрилансеров Среди других студий и так далее Это очень важно Поэтому старайтесь сделать заказы быстрее И получать хорошие отзывы В принципе, это поднимет вашу репутацию на фрилансе И тем самым вы будете Ну, тем самым вы будете, собственно, лучше И получать более крупные заказы Итак, идем дальше Если у вас, собственно, свой проект какой-то Если проект какой-то стартап Я не знаю, вы разрабатываете свой сервис Вы разрабатываете свое приложение и так далее То здесь мотивация уже немножко иная Здесь мотивация уже от того От того, что вы получите в конце То есть вы должны мотивироваться Представлять ту картину, которую вы получите в конце То есть вы садитесь за работу И понимаете, что я это делаю для того Чтобы потом увидеть вот такой красивый сайт Вот такой красивый портал Вот, допустим, как у нас, да? Почему я его так достаточно быстро сделал Без знания изначально языков, на котором он написан Я, собственно, просто понимал, что это тот ресурс Который будет реально пользоваться популярностью На котором будут сидеть юзеры На котором будут учиться люди И это реально круто Вот, поэтому я, собственно, просто Ну, когда садился за компьютер Я сел и начал делать Вот, поэтому очень важно Мотивируйтесь конечным результатом То есть мотивируйтесь тем, что вы в конце получите Вот, некоторые еще говорят, что нужно мотивироваться в процессе Но в процессе тут Наверное, это следующий пункт уже, да? Можно это объединить, в принципе Я хотел сказать про в целом мотивацию, да? Когда некоторые говорят, типа, вот, там можно полежать на диване И поймать мотивацию, потом пойти работать Такого не бывает, ребят Мотивация приходит в процессе Поэтому очень важно заставить себя сесть за компьютер Сели, начали писать Не за ютубчик Не за, не знаю, сериальчики и так далее Просто сели, начали писать код Все Потом вы замотивировались в процессе уже Потому что вам нравится это, да? И если вам не нравится писать код Тогда, ну, наверное, разработчик не ваша Наверное, не ваша профессия Вот, поэтому сели, начали писать код И в процессе вам уже начнет нравиться И вы будете уже находиться в потоке и делать Вот, опять же, про поток было в том видео Про тайм-менеджмент Поэтому ссылочка в описании Мотивация приходит только в процессе И то же самое Если у вас какое-то свое дело То, да и, в принципе, к фрилансу это тоже относится То мотивируйтесь не конечным результатом Ну, вы можете мотивироваться либо конечным результатом Либо или конечным результатом И То есть не или, а и конечным результатом И при этом самим процессом То есть Своим написанием кода То есть Ну, это На самом деле, ребята, очень круто Когда вы мотивируетесь самим процессом То есть, к примеру, вы Вам нравится писать код Вам нравится писать функционал Вам нравится делать дебаг кода Вам нравится выявлять какие-то ошибки и так далее То есть это круто, потому что когда вы мотивируетесь именно процессом То вам не важно, сколько вы будете идти до результата Вам важен сам процесс И тогда вы с большей вероятностью достигнете результата Потому что люди, которые мотивируются обычно конечным результатом Только конечным результатом То есть можно мотивироваться и конечным, и процессом Те, которые мотивируются только конечным результатом Они в итоге перегорают Потому что они делают год, они делают два, они делают три года И потом ничего не получается Они не видят того, что хотели увидеть и все Все, это конец, они идут работать с Макдак и так далее Вот, и такого вам я не советую Вам нужно кайфовать реально от процесса Вам нужно взять ту профессию, которая вам нравится Если вам нравится писать игры, пишите игры Если вам нравится разрабатывать мобильные приложения Разрабатывать мобильные приложения Это, это very важно, это просто Ну, это, это реально, это прям верхушка Вот, поэтому Дело должно вам нравиться Вот, ну и, собственно, если вам дело нравится Используйте все советы, которые я дал до этого Садитесь за работу И, собственно, пишите свои сайты, пишите свои программы Пишите свои игры или разрабатывайте дизайн Не знаю, чем вы занимаетесь Я желаю вам удачи, высокой продуктивности Высокого КПД С вами был Макс, канал Red Group Ссылочка в описании на прошлое видео Ссылочка в описании на мой личный канал На мой инстаграм также подписывайтесь Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Всем пока!